Ну что друзья, давайте теперь поговорим про воблеры. Понятное дело, что джиг это простая и уловистая оснастка. И если подобрать все компоненты правильно, подобрать правильный вес груза, подобрать цвет и конфигурацию приманки, правильную подачу и так далее, то джиг это очень простая и уловистая снасть. Ну и ко всему еще и недорогая. Но джиг, особенно на маленькой речке, лишен творчества. Это просто банально покрутил, подождал или какая-то проводка потяжками. Нет чего-то такого, где можно было развернуть фантазию и насладиться самим процессом использования приманки. Работая воблером, мы получаем гораздо больше удовольствия от процесса ловли. Понятное дело, что результат рыбалки, то есть количество пойманной рыбы, ее размер и вес, являются весьма и весьма важным фактором удовлетворенности от процесса ловли. Но лично для меня гораздо большим процессом получения удовлетворения от конкретного дня, от конкретной рыбалки является то, как я поймал рыбу. Во-первых, это осознанная поимка. Не случайная, не рандомная, то есть кинул и у тебя клюнуло, а почему ты не понял. Именно осознанная поимка и поимка на самую интересную приманку. И воблер в этом плане, конечно, выгоднее. Поймать рыбу на воблер, тем более на новый какой-то для себя воблер, понять его, это всегда очень приятно. После такого дня возвращаешься домой, заряженный положительными эмоциями, с мыслями в голове, раздумываешь, как ты поймал, как ты понял этот воблер, что ты сделал. И от этого у тебя только растет, только увеличивается опыт. Про воблеры я сейчас рассказывать так прямо широко не буду. Эта тема необъятная, ее невозможно просто охватить в рамках одного ролика. Я расскажу о главных характеристиках воблеров, которые должны присутствовать у приманки для ловли на микроречке. И какие-то конкретные модели покажу, которые у меня конкретно неплохо ловят. Итак, давайте начнем с того, какие должны быть характеристики у воблера. Опять же, из-за того, что размер щуки небольшой. В основном, как я говорил, это щука до килограмма. Поэтому использовать крупные воблера смысла нет. Да, на больших водоемах, даже на 130-160 воблера ловятся шнурки весом 200 грамм. Но микроречка немножко отличается, скажем так, от других водоемов. И крупные воблера зачастую просто рыбой игнорируются. Поэтому самые ходовые размеры где-то от 50-го до 90-го. Крупнее и меньше использовать смысла большого нет. И во-вторых, размер воблера напрямую влияет на скорость его продвижения, на длину нашей проводки и на скорость нашей проводки. То есть, чем крупнее воблер, тем он за один рывок дальше перемещается вперед. Проводка получается короче, проводка получается более быстрой. А это не всегда хорошо. Небольшой воблер, он позволяет гораздо дольше проводить его по конкретно какому-то хорошему месту. И сама проводка получается более долгой. Поэтому некрупные воблера, скажем 70-80 мм, являются самыми-самыми ходовыми и приоритетными. Опять же, это мое мнение, но я думаю, что оно справедливо на все 100%. Второй характеристикой воблера будет то, чтобы он позволял максимально растянуть нашу проводку. То есть, чтобы он не был очень быстрым. Это в точности как по аналогии с крупными воблерами. Если крупный просто, ввиду своего большого размера, имеет очень сильное продвижение вперед, то также среди небольших воблеров есть достаточно быстрые модели, которые шустро перемещаются и являются такими воблерами-разведчиками, которые также называются поисковыми. То есть, на больших водоемах, где нужно быстро найти активную рыбу, такие воблера вне конкуренции. Но для ловли на микроречках, где все компактно и нужно максимально растянуть проводку и сделать так, чтобы приманка как можно дольше находилась в каком-то интересном месте, такие воблера не подходят абсолютно. Нам нужны воблеры, которые позволяют максимально разворачивать как-то себя на одном месте, максимально медленно себя продвигать. И самое главное, разнообразить свою проводку путем разной анимации. То есть, на разных рывочках, на разных потяжках воблер должен выдавать какие-то самые-самые разные разнообразные кульбиты. Чем более разнообразен и интересен воблер, тем больше шансов на него поймать щуку и тем интереснее просто на него ловить. Последней важной характеристикой воблеров будет их степень плавучести. И здесь нельзя дать однозначный ответ. Нет, все дело в том, что из-за разнообразия моделей и их характеристик может иметь место быть самая-самая разная степень плавучести. Но если рассматривать конкретно такие классические воблеры мину, то есть это воблеры с лопаткой, это какая-то вытянутая классическая форма, то стоит предпочесть либо суспендеры, либо воблеры, которые имеют слабую-слабую положительную плавучесть. То есть очень медленно всплывают. Если рассматривать тонущие воблеры, то применять вот именно в рамках таких классических мину тонущие вариации я бы не советовал. Дело в том, что у таких воблеров есть, так сказать, горизонт прохождения. Благодаря лопате они проходят где-то на определенном горизонте. Ну да, его можно варьировать путем скорости проводки, угла подачи к течению и так далее. Но все равно у этих воблеров есть какой-то горизонт проводки. Причем чем это более глубинный воблер, чем у него более крупная лопата, тем дольше он сохраняет свой горизонт на протяжении всей проводки. Даже у самых ног воблер будет идти где-то достаточно глубоко. И учитывая то, если воблер будет тонущим и он где-то уткнется в коряжку, то мы просто не сможем дать ему ее обойти. Если воблер суспендер и мы ловим на течении, мы можем просто отдать удилище вперед, шнур немножко подснесет вниз по течению, и воблер вместе со шнуром отплывет от коряжки. И мы сможем какими-то легкими рывочками его через нее перекинуть. Ну это конечно больше так теоретически, на практике часто бывает, что засаживаем, но в каком-то проценте случаев мы воблер спасаем. С плавающим воблером здесь конечно проще. Стоит нам уткнуться лопаткой в коряжку, мы также отдаем шнур, отдаем вперед удилище, и воблерок помимо того, что относится к течением, так он еще и подсплывает. И мы можем просто дать ему сплыть до самой поверхности или куда-то повыше, чем коряга, и перекинуть. Тонущий же, скорее всего, при отдаче шнура начнет просто проваливаться вниз, и только еще хуже залезет под корягу. Поэтому в рамках именно радикальных минов, которые имеют классическую форму, тонущие вариации я бы, наверное, использовать не советовал. Лучше суспендеры, или которые имеют легкую-легкую положительную плавучесть. Есть воблера, которые отлично ловят на микроречках, имея сильную положительную плавучесть, то есть всплывают как пробка. Но здесь можно поступить как? Во-первых, подклеить на них свинца, обычные суспендоцы, которые сейчас продаются у самых-самых разных ферм, у того же понтуна, у той же косодаки, или просто использовать более толстый и длинный поводок струна, который за счет своего веса сам по себе уже немножко притопит воблер и позволит идти ему вдобавок еще и поглубже. Здесь все можно очень легко и просто прямо на водоеме решить. Но все-таки лучше сразу изначально покупать воблера, которые имеют либо нейтральную, либо слабую положительную плавучесть. Есть, конечно, исключения, которые являются тонущими, но о них я чуть позже расскажу, когда буду перечислять модели. Итак, характеристики воблеров я обозначил. В первую очередь это размер, во-вторых, это игра воблера, и в-третьих, его степень плавучести. А теперь давайте пройдемся по каким-то моделям, которые мне нравятся, с которыми я рыбачу, и которые, ну, наверное, являются тем, что можно советовать, с чего начать свою рыбалку на микроречках. Давайте начнем от самых маленьких, и потом уже будем перемещаться к приманкам покрупнее. Один из самых маленьких, но в то же время уловистых воблеров, это Strike Pro RGPEG 60. Это совсем такой малыш, который вот буквально с мизинец, то есть имитирует он какого-то малечка, буквально вот размером с мизинчик. Но в то же время ловит достаточно неплохую щуку. Ловит и шнурков, является просто убийцей шнурков, но бывает, что влетает на него и нормальная рыба. Ну, а по шнуркам это просто, не знаю, тиран какой-то. Если у вас в речке есть популяция достаточно такая, серьезная микрощуки, весит там 200-300 грамм, то он ее выкосит буквально все. Это такой воблер, который прекрасно-прекрасно ловит щуку. В то же время ловит еще и окуня. Поэтому, ну, советую иметь. Archback 60 хороший воблеров. Также из маленьких. Это Ituma LB Minnow 60. Тоже неплохо ловит мелкую щуку, тоже ловит окуня. Очень простой в анимации. Не знаю, что еще про него добавить. Также советую иметь. Тоже неплохой воблер. Если у вас есть популяция микрощуки какой-то, мелкощуки, то будьте уверены, что он у вас ее ловить будет. Цвет можете также выбрать любой. В принципе, я не сильно с этим запариваюсь. Более крупный и объемный воблер это Ripon Minnow 65 от Cultiva. Увы, стало его тяжело достать, но в то же время воблерок тоже очень хороший, очень простой и является отличным шнурколовом. Также, если в первую очередь вы собираетесь ловить какую-то некрупную щуку, то вот этот воблер я бы советовал иметь. Еще ему в плюс очень хорошая покраска, очень хорошее покрытие. И вот конкретно на этот поймано порядка, наверное, ну 30, может быть, даже больше шнурков. И на нем вот так кое-где видны небольшие отметины. То есть покрытие у воблера достаточно неплохое. Семьдесятый зонер Minnow от MajorCraft. Вот если говорить о том, что нужно иметь, то вот эту приманку иметь нужно. Потому что приманка очень простая, приманка очень отзывчивая. На любой анимации она прощает какие-то огрехи, если даже твичит новичок или человек, который не хочет заморачиваться с проводкой. Эта приманка прощает практически все. И в то же время она отлично ловит. Также в плюс ей можно записать то, что она очень дальнобойная. Вообще из всех Minnow, которые у меня были, зонеры, наверное, это самые дальнобойные, которые не то, что даже у меня были, которые я знаю. Они летают просто как пуля. Я не знаю, в чем тут фишка. Там просто шарик какой-то катается. Но, видимо, из-за конфигурации самой приманки, формы тела и вот этого шарика, веса его, она летает просто как пуля. Зонер это очень дальнобойный воблер, но не знаю, на микроречках это, наверное, не столь важно, потому что заброс короткий. Но вот его рабочие характеристики, то, как он позволяет себя твичить, то, как он ловит рыбу, выводит его в список, наверное, самых рекомендуемых к покупке. Яркий пример. Ездили летом с другом на микроречку. И друг, ну, так сказать, начинающий спиннингист. То есть, до этого, по-моему, он вообще особо спиннингом-то и не ловил, и тем более ни разу не твичил. И я дал ему вот этот воблер, потому что я знал, что на него он точно хотя бы что-то, но поймает. А сам я ловил, по-моему, вот как раз на арчбэк. На котловане там ловили, где достаточно много шнурья. Ну, к тому моменту шнурье было уже поднаколотое. Как бы не первый раз я там рыбачил, и много шнурья уже было ученого. Оно выходило, оно кусалось, но плохо попадалось. А вот друг на этот воблерок буквально там с нескольких проводок поймал сразу двух шнурков. Я в итоге там тоже что-то поймал, но то, что человек, который вообще до этого не твичил, на достаточно запрессованном, хотя и рыбном месте, сразу же буквально освоился, понял, как это делать, и поймал двух шнурочков. То есть воблер является достаточно простым. Его можно советовать новичкам, можно советовать тем, кто не хочет запариваться над проводкой. Воблер прекрасно ловит, так сказать, и сам. Ну а если ты понимаешь, как нужно это делать, то он раскрывается полностью. Хороший, очень-очень хороший воблер. Советую вам его себе закупить. Тем более, что стоит он не так уж и дорого. Так, давайте, раз уж я упомянул воблер, который очень простой и прощающий о грехе, покажу еще пару подобных моделей, которые очень простые, и подойдут тем, кто либо только начинает свой путь в твичинге, либо тем, как я уже говорил, кто не хочет запариваться над проводкой. 78-й поинтер. Это приманка тоже легенда. Приманка очень простая, приманка очень отзывчивая, обладающая всеми необходимыми для микроречек характеристиками. Здесь и воблинг, и роллинг, и то, что она практически суспендер идеальный. Здесь все как надо. И вдобавок она очень простая. Она очень простая в анимации, в то же время хорошо ловит щуку на незамысловатых каких-то вариантах проводки. Но опять же, если вы немножко разбираетесь, если вы немножко подумаете и заморочитесь, будете делать проводку более интересной, то ловить она, конечно же, будет еще лучше. Приманка очень-очень хорошая, также вам ее советую. Был у меня до этого в другом цвете, ловил хорошо, но увы, оторвался. Вот этот цвет я купил в распродаже в прошлом году, но как-то вот на него похуже. Я думал, что такой цвет будет ловить хорошо, но оказалось, что не очень. Вот у меня у знакомого, например, есть поинтер в цвете под окушка, в самом таком популярном, так он вообще настолько ободранный, что практически уже виднеется сам пластик. А этот вот, ну, есть на нем дырочки, но ловит так себе. Не знаю, может быть дело в цвете, а может быть конкретно вот в этом сезоне, но как-то в этом году поинтер работал чуть похуже. И вторая приманка, которая также очень проста и прощает многое, это Косодака Маскот. Ну, или не обязательно он. Это может быть любая вариация на тему 80-го орбита. Как оригинальный орбит, так и вот Косодака Маскот. Еще у меня был Суёки Ватсон. И вот еще здесь у меня есть, немножко, правда, отличающийся по проводке по своему стилю движения. Это Strike Pro Inquisitor. Но, не знаю, Маскот просто у меня появился раньше всех остальных копий, на 80-й орбит, раньше самого орбита, которого, кстати, у меня уже давно нет, и я не покупаю, потому что Маскот меня, в принципе, во всем устраивает. И у меня сложилась большая-большая любовь к этой приманке. Она очень простая, она позволила мне быстро научиться ловить правильно твичингом. На ее примере я начал уже осваивать другие, более сложные воблеры, и в то же время попутно ловить щуку. Приманка ловит очень хорошо. Ну и скажу пару слов про этого вот Inquisitor. Он отличается немножко по проводке, немножко по анимации. Он немножко, мне кажется, чуть посложнее в понимании, чем Маскот, но ловит тоже неплохо. Был у меня вот кислотный, такой зеленый Маттайгер с отвратительным покрытием. Кстати, вот эта расцветка у Strike Pro Маттайгер, зеленая, с черными полосками, очень плохо покрашена. Просто ужасно. Одна поклевка, и с нее просто половина краски отлетает. А другие вот эти расцветки, например, вот эта, держатся, наоборот, очень хорошо. Не знаю, почему так, но та расцветка, она матовая, она не покрыта лаком, ничем, а эта вот глянцевая, она держится хорошо. Ну, приманка тоже неплохая, но, не знаю, Маскот все-таки мне нравится больше. Но тоже можете закупить. Тоже, в принципе, подходящий вариант. На поводке струна 17-20 см эти приманки ведут себя как настоящие суспендеры и отлично подходят для рыбалки на микроречках. Поэтому, как 78-й поинтер, так и Косодака Маскот могу смело советовать. Ну, и Инквизитора Strike Pro тоже. Только не в том вот поганом цвете, с которого отваливается краска. Цвет вот типа такого, только он полностью темно-зеленый, и это просто какой-то кошмар, не знаю. Одна поклевка, и отлетела половина краски. Ну, может быть, они там уже исправили, не знаю, какая-то информация была, по-моему, что они собираются исправлять немножко покрытия. Может быть, сейчас уже оно стало хорошим. Я говорю про то, что у меня было конкретно вот год назад. Так, еще одна приманка от Косодаки. Это Косодака Ultima, которая прекрасно подходит для ловли на меликах. И, в частности, она неплохо ловит на прудах. Но в то же время, где неглубоко, где есть травка на маленькой речке, эта приманка также хорошо работает. Единственное что, в оригинале она всплывает как пробка. Она очень-очень быстро всплывает. Поэтому на ней я поменял тройники на более тяжелые, более крупные. И теперь она стала всплывать гораздо медленнее. Ну, и неплохо ловит активную щуку на мелководье. Поэтому тоже хороший вариант, который можно использовать для микроречек. Затронув тему мелководья, хочу показать еще вот эту приманку. Это, опять же, Strike Pro. Я не помню название модели. Напишу где-нибудь в уголочке. Прочитаете, как она называется. Но это не столь важно. По сути, это такая же альтернатива Ultima. Вытянутая длинная приманка с небольшой лопаткой, позволяющая неплохо ловить на мелководье. В первую очередь, где микроречка имеет какой-то широкий разлив. Обычно там мелко, трава. И вот на таких местах я использую подобные приманки. Применять их где-то просто по коряжнику, где-то на приямках я смысла не вижу. Щука не всегда поднимается из-под коряги или со дна на поверхность за такой приманкой. Но вот на мелководье они работают неплохо. Поэтому одну-две приманки такого класса иметь с собой стоит. Ну и опять же, это в версии плавающая. Но, по-моему, всплывает она не так шустро, как Ultima, но тоже достаточно ощутимо. Ну и напротив, если мы встречаем максимально глубокий участок водоема, то нам нужно использовать какие-то диповые воблеры. Понятное дело, что щука может подняться из ямы и схватить воблер, идущий в толще воды или у поверхности. Например, вот тот же самый поинтер, который имеет заглубление там порядка полутора метров. В большинстве точек он доходит до дна, а где яма, он идет где-то в толще воды. Но бывает такое, что щука ну никак не хочет подниматься со дна. Или же глубина ямы такова, что серединой проводки, средним слоем воды будет считаться глубина порядка двух-дву с половиной метров. И в данном случае, конечно же, нам пригодятся какие-то диповые модели. Но честно скажу, что у меня пока что нет большого опыта ловли на диповые модели, на диповые вариации, конкретно в рамках микроречек. Поэтому я советовать какие-то особо модели не буду и не буду ничего рассказывать. В этом сезоне я этим делом займусь более основательно и уже, наверное, в следующем году смогу что-то сказать. Ну а из тех моделей, которые все-таки у меня ловили, я покажу вот, например, этот Ripon Minnow, опять же, от Owner Cultiva, но 70-й. То есть вот это был 65-й, он идет в такой версии, в мелководной 70-й, идет в версии глубинной. Два года он у меня лежал, не мог ничего на него поймать. Он такой достаточно шустрый и для микроречек вроде бы не очень подходящий. Но потом как-то вот понял его и он начал ловить. Немного я поймал, по-моему, там пару-тройку шнурков, но в то же время воблерок подходящий. Почему я не использую диповые воблеры для микроречек? Ну это обусловлено в основном тем, что наши речки не такие глубокие. И щука в большинстве случаев все-таки поднимается даже с 3 метров и атакует тот же самый, например, Pointer там или Mascot. Но иногда бывает такое, что вот надо. Поэтому лучше положить 1, 2, может быть 3 каких-то проверенных хороших диповых минов с собой возьмите на рыбалку. Лучше, конечно, вот к диповым воблерам, что относительно, чтобы они были всплывающие. Не сильно, но всплывающие. Потому что воблер идет где-то глубоко, коряг много, он уткнулся лопаткой в корягу, дали ему подсплыть и просто перетащили. Суспендер может, из-за того, что лопатка большая, просто зависнуть и залететь в корягу. Ну, а то он еще тем более провалится и все. Поэтому лучше все-таки чуть-чуть посплывающие. Опять же, это мое мнение. И снова возвращаясь к теме мелководий. Есть такая приманка, которая, наверное, является незаменимой в тех условиях, когда мы встречаем обширное мелководье или просто какой-то участок, сильно поросший травой, где нужна максимально мелководная проводка, максимально медленная и какая-то такая интересная, разнообразная. Потому что часто летом на мелководье в траве щука стоит неактивная, щука стоит перегретая, она стоит там и млеет на солнышке. И здесь мимо нее вдруг движется интересная приманка, которая долго зависает в каких-то замысловатых позах. И щука просто делает какой-то небольшой рывок и хватает ее. Ну, также эта приманка, конечно же, прекрасно ловит и активную щуку, которая либо просто живет на мелководье, либо вышел туда покормиться. Это, конечно же, вот Tiny Magallon. Tiny Magallon. Tiny Magallon. Приманка очень простая и уловистая. Вся сложность заключается в том, чтобы подобрать к ней проводку. Это именно потяжки. Причем они могут быть как более резкие, так и более плавные, более сглаженные. Но именно потяжки. Я не знаю, как на словах описать проводку данной приманки. Я вставлю где-нибудь здесь вот в уголочке сейчас окно. И вы сможете посмотреть, как я провожу данные приманки. И поверьте, на такой вариации проводки данные приманки ловят отлично. Но опять же, все зависит от используемой вами снасти. От ее теста, жесткости и так далее. Но главное, чтобы это были потяжки. А там уже определитесь сами. Зависимо от своей снасти. Просто посмотрите визуально, как приманка играет. И определитесь силой, с длиной этих потяжек. И я вас уверяю, приманка будет ловить. Причем не только вот этот оригинальный, но и его копия. Например, Renegade Dual или Kassadaka Kord R. И здесь я на это хочу обратить ваше внимание, что нет какого-то превосходства оригинала над копией. Это тот редкий, наверное, уникальный случай, когда копии ловят ничем не хуже. Просто сама конфигурация приманки такая, и ее свойства, что здесь невозможно ее испортить. Можно, конечно, сделать просто непродуманно и коряво. Но если даже просто перекопировать ее до мелочей, то она будет работать так же. Это просто настолько отзывчивая и настолько уникальная приманка. И более того, в этом сезоне, в прошлом, вернее, сезоне, который уже прошел, был такой случай, что Тайни Магалон не ловил, а вот этот Renegade Dual ловил прекрасно. Причем, как вот в этом цвете конкретно, этот поймал, по-моему, трех щучек на той рыбалке, так и в таком голубоватом, который на той же рыбалке на коряге и остался. На которой я поймал, по-моему, тоже две или три щучки. А на Тайни Магалон не поймал ничего, хотя кидал их в одно и то же место, на одной и той же рыбалке в один и тот же день. На одном и том же участке реки. Но вот на Магалон не клевало, а на Renegade Dual, пожалуйста, не знаю. Вроде бы и поведение у приманок одинаковое, даже Dual чуть более скованный, чуть более такой дубовый. Но вот как факт, подтверждающий то, что бывает даже такое. Не знаю, может быть, просто дело в цвете, но было такое. Ну а вот Косодака Cort R, это вообще, по-моему, полноценная замена оригинальному Тайни Магалону. Если Dual, он чуть-чуть немножко отличается своей дубовостью, немножко поведением, чуть-чуть буквально, то Cort R вообще от Магалона ничем не отличается и вдобавок еще имеет широкую модельную линейку. То есть там от 70-го до 100-го какого-то, по-моему. Это вот 90-й, а есть еще и более крупные и более мелкие. То есть можно подобрать приманку по самые-самые разные условия ловли. Ну и еще хороший момент, то, что расцветки у Тайни Магалона, у Ренегейт и Косодаки практически не пересекаются. Можно подобрать в рамках любую из этих линеек, подходящую, нужную, которая вам нравится, расцветку. Так что здесь проблем вообще никаких нету. Приманка хорошая, как оригинальная, так и копия. Только оригинальная стоит полторы тысячи, Ренегейт стоит 300 рублей или 350, а Косодака 400. Ну, здесь решать вам. Опять же, если вы любите оригиналы, берите оригинал. Если хотите попробовать и убедиться в хороших репликах, то возьмите реплики. Причем обе очень даже неплохие. Ну и вот так мы плавно подошли к моей самой любимой приманке для ловли на микроречках. А вернее, ставшей самой любимой после прошлого сезона. Она вроде бы является составничком, таким же, например, как вот Тайни Макалон, Косодака Корт-Р. Но в то же время она отличается от нее. И отличается по ряду свойств. Это приманка тоже от фирмы Косодака, только уже не копия, а приманка собственной разработки, а вернее разработки, Константина Кузьмина, под названием Конвой. В тонущей версии и вот есть в плавающей. Давайте сначала я скажу пару слов про плавающую и мы ее отложим. Потому что на плавающую я ничего так и не поймал и особо пока что ее не понял. Плавающая это вроде бы и свимбейт, вроде бы и такой составничок, но это больше воблер, чем свимбейт. Это просто воблер с лопаткой, это вот можно отнести по аналогии к тому же Корт Эру и там оригинальному Тайне Магалону. По сути у нее есть своя глубина прохождения, заложена какая-то анимация, которую сложно как-то разнообразить и приманка отчасти даже немножко топорная, как и любой другой составник, даже очень дорогой, даже тот же самый Тайне Магалон, у него все равно есть свой предел. Поэтому с данной приманкой я особо пока и не экспериментировал и особо ей внимания не уделял, но в то же время она имеет место быть. Но совсем другая история с тонущим вариантом. Вот есть вариант тонущий. И это нечто невероятное. Это приманка, которая просто меня ошеломила и оставила такой отпечаток, что я даже не знаю, как это описать. Приманка уникальная. Это приманка, которая сочетает в себе свойства самых разных приманок. Во-первых, это вроде бы воблер, потому что он пластиковый и потому что он объемный. Во-вторых, это свимбейт. Это чисто радикальный свимбейт. У него нет никакой лопатки и вся игра, которой он обладает, собственная игра на равномерной проводке, заключается в его вот этой подвижности, как у любого свимбейта, будь то пластикового, будь то силиконового. Ну и в-третьих, это подмена джигу, потому что приманка тонущая и на паузах неплохо подменяет джиг. Я сейчас не буду подробно рассказывать об этой приманке, потому что у меня есть целый посвященный... И я сейчас не буду подробно рассказывать об этой приманке, потому что у меня есть целый отдельный ролик, посвященный конвою, именно тонущему вы можете просто его посмотреть и там я рассказываю как правильно проводить эту приманку как с ней в целом подружиться и как поймать на нее щуку в рамках микроречки потому что приманка это именно для микроречек константин кузьмин автор приманки большой фанат рыбалки на таких водоемах если кто не знает и я думаю что больше всего он разрабатывал ее конкретно под наши микроречки если посмотреть видео самого константина кузьмина про ловлю на микроречках то можно заметить что он ловит на такие приманки как слабо огруженная резина либо это свим бейты которые тонут по собственным весом изготовленные из силикона естественно либо это резина с подгрузкой собственной подгрузкой но я не ловлю такие приманки лишь по той причине потому что я к ним еще не пришел я как-то вот в джиг сначала для микроречек вдался потом воблеры и вот в прошлом сезоне только появился у меня первый свим бейт именно вот этот к садака конвой и именно пластиковый то есть это объемная приманка в ближе к воблеру и после успеха ловли на такую приманку я решил в этом сезоне также закупиться еще и силиконовыми свим бейтами и слабо огруженной резиной и уже следующем сезоне когда буду делать какой-то обзор или теоретическое видео касаемо ловли на микроречках я обязательно расскажу об удачных и самых интересных вариантах ловли на подгруженную резину но опять же если вы хотите уже в этом сезоне ловить на такие приманки как я то посмотрите видео на канале у самого константина кузьмина он там очень подробно рассказывает по и про эти приманки но все-таки я не отказался от идеи ловли на слабо огруженную или на не огруженную резину но в рамках слагов пока что я пришел только к слагам сначала я ловил на эти приманки на больших водоемах по заросшим травой мелководьем но потом начал применять и на микро речках опять же где-то где не глубоко где большое количество травы и здесь вся разница в том что данные приманки я использую как альтернативу воблеру именно в том плане что они менее зацепляема если слабо огруженная резина она просто интересна своим поведением она отличается от поведения джига от поведения воблеров особенно если это какие-то свим бейта составные приманки то вот такие слаги просто оснащаются овсетником сейчас я покажу возьму это все не какой-то крупнее наверное они просто оснащаются овсетником и являются подменой воблеру в тех местах где облер просто набирает травы мы просто меняем воблер на вот на такую не огруженную приманку но она естественно под весом овсетника тонет немножко как-то на подтанывает и тоже при этом как-то немного покачивается соблазняет рыбу но это не столь важно главное что это проходимая приманка которую мы можем вести обычной твичинговой проводкой но опять же не такой резкой не такой мощный как в случае с воблерами опять же это больше подтяжки и какие-то слабые короткие рывочки и приманка при этом ведет себя как настоящий воблер она просто дергается страны в сторону причем продвигается вперед не очень сильно и на тех участках где сильно заросшая травой все позволяет отлично ловить щуку по окнам мы просто можем подмотать вытащить приманку на траву протащить смотрим окошко затаскиваем даем паузу начали чуть-чуть пританывает и щука и атакует а если место позволяет ее потвичить то мы начинаем ее дергать очень хорошая вещь во первых недорогая потому что понятно дело стоимость воблера и стоимость силиконовой приманки это совершенно разные вещи и вдобавок полноценно практически полноценно позволяющие подменить воблер где-то на мелководье при ловле в траве но вот при ловле например по чистым глубоким местам не огрузка конечно воблеру проигрывает сильно и здесь вот как раз нужно использовать слабо огруженную резину либо те же слаги как-то подгружать но лучше использовать свим бейты либо резину собственной огрузкой которыми я займусь только в этом сезоне вот наверное все по приманкам которые являются основой в моей коробке для ловли на микро речках и остаются такие приманки как вертушки казалось бы вертушка это уже прошлый век и пора списывается счетов рыба стала меньше рыба стала менее активная рыба стала уже более ученые и вертушка и приелась на самом деле нет даже при ловле головля я часто наблюдал такую вещь что кранки кидаешь 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 но максимум головой только поинтересуется он будет ткнет и нифига ставишь вертушку и начинаются поклевки причем жадные с резким ударом то есть вертушка актуальности не потеряла она может быть стала менее интересной потому что приманка очень простая и банальная но в плане уловистости она остается все той же весьма и весьма актуальной и на микро речках вертушка также имеет какой-то свой результат как и на любом другом водоеме понятное дело что она не опустится до дна что она не пройдет по рельефу не залезет под коряжку и что она не такая интересная и разнообразно как воблер но в то же время иногда простая равномерная проводка вращающейся блесны приносит результат особенно где речка более-менее широкая не очень глубокая то вертушка имеет право на жизнь вертушка также ловит и не теряет актуальности вот у меня есть вертушки я правда не покупаю давно их я обычно либо сам мастерю либо переделываю из того что нахожу на рыбалке бывает идешь на кустах висит возьмешь переделаешь и получается неплохая вертушка но номер вертушек в среднем где-то двойка-тройка мельче особо смысла нету будет окушок надоедать если хотите ловить конкретную щуку то где-то двойка или тройка но вот наверное и все приманки и техники ловли о которых я хотел рассказать есть еще одна такая оснастка как оснастка веки и они наверное расскажу в отдельном видео по сути сложного там нет ничего это просто червяк или твистер вот такой червеподобный или слаг который насаживается поперек приманка может использоваться как без загрузки так и с небольшой подгрузкой и это в основном ловля либо очень пассивной щуки либо ловля где-то по окошкам но я не знаю вот честно моя статистика говорит о том что простой джиг на легкой головке оснащенный прямым обычным образом ловит в основном щуку лучше чем оснастка веки в рамках маленькой реки веке очень легкая и при ловле на течение немножко у нее появляются негативные свойства особенно в корягах и и затаскивает под палки она цепляется как бы ну есть небольшой такой ряд проблем с джигом все проще но в целом веке оснастка интересная мне она очень нравится по ловлю щуки на мелководьях больших водоемов в частности на озерах и заводях и конечно же это оснастка номер один при ловле ротана даже лучше чем воблеры ротана ловит оснастка веки но если вы хотите отдельное видео по приманкам для ловли ротана если вам интересно ловли ротана на спиннинг то пишите об этом в комментариях я обязательно либо отвечу в самом комментарии если вопрос будет конкретный либо сниму одно целое большое видео про приманки и техники ловли ротана потому что эта рыбалка не менее интересно чем ловлю щуки вы можете убедиться в этом и посмотреть мои видео про ловлю ротана на спиннинг а на этом все друзья спасибо за просмотр и если видео вам понравилось то поставьте пальцы вверх а если я что-то недорассказал и у вас остались вопросы то задавайте их в комментариях я обязательно отвечу но и в целом пишите комментарии мне интересных читать во первых а во вторых они помогают продвижению видео а мне остается пожелать вам больших трофеев еще большей удачи и не хвоста вам не чешуи всем пока